всем привет 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 тест тест что же давайте записывать давайте записывать так поехали продолжаем разговор с эластиком и сегодня коснемся темы маппинга так маппинг принципе хэллоу ворд мы уже рассмотрели давайте поговорим о немного глубже маппинг к вастик поговорим о некоторых важных свойствах напоминаю что маппинг это фактически у нас инструмент определения схемы то есть если использовать терминологию склска то есть то место тот инструмент с помощью которым мы задаем название типы а также каким образом мы де-факто будем искать поля и так у нас есть следующие основные типы для названия полей это текст кейворд вот эти date long чем разница между текстом и кейвордом кейворд де-факто мы ищем как есть текст это такой тип с помощью которого мы используем полно текстовый поиск повторюсь кейворд это как есть то есть в один в один текст это будет производиться предварительная обработка при индексации затем это предварительная обработка будет использоваться для поиска частности используется механизм анализаторов мы о нем поговорим в следующем видео сегодня я поговорю чуть подробнее о маппинге о некоторых его важных свойствах которые неплохо было бы знать дальше поехали на следующим типом который важно выделить это обжиг и нас тут зачем они для чего перед тем как ним перейти я хочу подчеркнуть что любое поле по де-факто в этом в эластике является массивом то есть хоть вы и вставляете джессон объект где у вас поле представлено единичным значением но в эластике это будет просто массив из одного значения хранится то есть происходит там какая-то внутренняя трансформация она нужна для поиска но есть специализированные типа ладно давайте вернемся теперь к обжицы на этот обжиг к месту это значит у нас специальные типы когда вы хотите сохранить внутри именно объект дополнительную под структуру по сути дело относительно основной структуры особое внимание следует обратить именно на nested потому что основные проблемы будут возникать именно здесь когда вы захотите сохранить массив объектов вы должны обязательно пометить свой объект вот этот внутренний до полем nested то есть вы вы должны проиндексировать и указать вот вот type именно nested подчеркнуть еще раз почему это важно вот смотрите вот допустим мы создаем индекс и пихаем в него объект в котором есть поле юзер и которая представлена массивом объектов внутри эластик он трансформирует вот ваш вот этот объект де-факто в этот видите можно сказать в мапу где по юзер ферст соберутся именно а по юзер вас собираются фамилии то есть фактически на самом деле у вас разрешается связь между именем и фамилия то есть если смотрите мы захотим сейчас сделать поиск по имени и фамилии по имени и фамилии допустим элис white вот я сделаю запрос и я хочу чтобы я хочу найти такой документ где имя элис а фамилия white все хорошо мне найдет такой документ да но согласно вот этой структуре то есть он зайдет напоминаю что каждое поле у нас фактически массив поэтому тут не является такой теперь записи то есть он найдет так first ok и white ok а теперь представим что мы хотели бы найти документ где имя элис а фамилия смит и он у нас снова вернет этот же самый документ но на самом деле у нас же не было такого объекта элис мит вот если я попытаюсь элис мит найти то у меня вернет и вот этот вот объект а я не я-то ожидаю что у меня вернется если у меня индекс из одного документа был бы чтобы ничего не нашлось бы то есть из-за того что внутри происходит некоторая трансформация которая выглядит вот больше вот таким вот способом то есть какие-то ключи и список значений поэтому если вы хотите чтобы объекты они как бы были отдельно как объекты поэтому нужно обязательно помечать поле типом nested если вы храните массив объектов так если вы храните массив объектов дальше поехали маппинг или сары это уже а вот я теперь про мета вот теперь я еще хотел бы поговорить про вот эту вот вещь source source это фактически поле которое вы то есть это сырье из которого индекс будет строить с эластиком то есть это ваш документ ваш дизайн который вы загрузили и он будет храниться вот на специальном поле source но сам индекс он трансформирует ваш source в определенную структуру для поиска так дальше поехали и дальше поехали а вот на шо наконец-то смотрите у некоторых свойств но что значит нет есть некоторые свойства до дополнительное внутреннее у какого-нибудь маппинга вот мы сейчас их немножечко еще немного поисследуем то есть всякие там нормалайзит нас индекс пейзис и я предполагаю что вы посмотрите самостоятельно я сконцентрируюсь на вот на этом на филде и нас тур и на сторону принципе можно еще вот вот эту штуку разобрать так что такое 100 100 это фактически смотрите вот представим себе что у вас есть большой документ реально большой но поля его занимают неравномерный объем допустим у вас есть одно поле гигантская раз у нас полу текстовый поиск это то и вполне логично что допустим одно поле это какая-нибудь там большая статья другие поля это ну скажем так больше мета информации допустим автор название то есть вот такие и в теории мы хотели бы ну или по-другому зову когда вы делаете поиск у вас выгружается всех весь документ принципе властики можно сделать потом фильтрацию дополнительно чтобы отдавались вам только нужные поля но де-факто выгружаться то будет вы будете иметь все равно со всем документом делаю чтобы скажем так снизить нагрузки мы используем такую штуку как 100 то есть скажем так хранить поля отдельно то есть по дефолт поля индексируются делаются поисковыми но не хранимыми этот что поле что поле может быть запрашиваем бат оригинальное поле не может быть извлечено то есть смотрите вот когда вы запрашиваете объект вам вернется вот это вот сор за вы и повторю что хотите только часть забрать и собственно вот для этого эта штука и есть так ладно дальше поехали похоже да здесь у нас есть такое свойство смерти то есть вы включаете и включаете грубо говоря дополнительный алгоритм по которому используется дополнительный поиск то есть дополнительный документ у нас фактически подцепиться так ладно едем дальше поговорю теперь еще об одном важном свойстве это feels смотрите feels что такое feels значит когда мы объявляем название поля мы объявляем тип и вместе с типом мы еще обычно объявляем какой-нибудь аналайзер если мы явно вот этот вот аналайзер не прописали вот здесь имеется ввиду аналайзер стандарт то есть аналайзеры мы подцепляем тексту об аналайзерах я буду говорить следующем видео я здесь хочу лично цитировать внимание зачем поля а fields как оно у нас соотносится к текущему документу вот этот fields он это как мета данные по сути они используются вну для внутренней кухни зачем они используются чтобы навесить разные способы поиска которые применяются через аналайзер я все время говорю аналайзер но аналайзер это может я уже говорил но скажу еще это способ каким образом эластик будет искать документ то есть вы через аналайзер фактически определяете процедуру поиска но вы хотели бы допустим несколько таких процедур поиска осуществить и вы их собственно используете поле fields в котором используя делайте под поля под поля и просто и дополнительно используйте то есть прописывайте тайп текст и прописывайте аналайзер аналайзеры можно свои создавать к словам то есть вы можете здесь вот использовать не прямо такой список дополнительных полей как не обращаться вы будете писать значение текст потом точку и индекс сразу обращаться к этому полю повторюсь что на существующий документ это никак никакого влияния не оказывается то есть вот этот source который вы там получаете на он остается ниже подчеркивание source то есть сырой документ он остается нетронутым это чисто внутренняя кухня для поиска тут же проблема в чем что зачем это вообще нужно если вы определите аналайзер да вы сразу вот так вот правила пропишите вы затем не сможете нормально изменить аналайзер если такая потребность случилась поэтому собственно это поле fields и существует бы сюда добавляйте дополнительные аналайзеры так сейчас я гляну тут у меня сбоку и список того что я хотела рассказать про маппинги такс просторе сказал а так с разницу между текстом киворда мне сказал про поле нижнее подчеркивание что это просто хранимый сырой документ я сказал вот это слову сырой документ мы его можем затем использовать для скрипта скриптинг 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 то есть просто покажу пример принципе я уже показывал вот общая идея то есть скрипт лэнг сорс 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 то есть ну вот пример сорс док мультиплеер здесь еще параметры которые вы можете отдельно скажем так мапа завести которые затем можете использовать то здесь вы фактически будете писать код то есть например использовать вот пэйнис то есть язык пэйнис то есть вы его здесь вот описываете например можно писать какие-нибудь дополнительный формат дополнительный поиск какой-нибудь что-то в этом роде такс ладно едем дальше о том что у нас каждое поле фактически является ареем это я сказал так а еще и захотел сказать что смотрите я прошлый раз забыл таким образом но сейчас вот напоминаю что любой документ когда вернее любой индекс да когда мы хотим к нему добавить какой-нибудь маппинг мы маппинги добавляем либо динамически либо статически и если мы хотим ограничить всю эту динамику мы ставим какой вот этой динамике прописывая файл с по дефолту у нас true и то есть мы можем совсем жестко и менее жестко совсем жестко это если у вас вы обнаружили новое поле документа вы его полностью рожекте то есть отказываетесь и вот из вообще ничего не будет заиндексировано файл с это то есть новые у нас поля они не будут индексированы и не будут поисковыми но они у нас появляются будут в поле source то есть в объекте будет храниться но они просто было не будут использоваться при поиске вот чем разница но и я бы всегда использовал street поскольку больше склоняюсь статической типизации чем динамической в целом такс дальше поехали а ну давайте еще вот напоследок перед тем как все это закруглиться пожалуй мне стоило еще сказать что например когда мы хотим сделать апдейт каком поле или удалить какое поле я вот говорил еще что у всех объектов есть такое понятие как версия как версия версия так здесь есть какой например ну по поле версия ну поле версия должна быть же где-то ладно принципе я говорил что уже поэтому не буду сейчас поднимать скажу лишь каким образом происходит удаление и апдейт фактически делается снимок и который зачем нужен там фиксируется вот это вот версия документа и зачем он нужен чтобы проследить чтобы не было изменений кем-то другим тем документом которые вы хотите удалить или изменить если произошел произошло изменение то ваши изменения зафиксированы не будут то есть повторюсь что это связано с тем что по сути дела у нас а ластик представляет как бы большую мутабельную коллекцию которая работает в одном направлении в направлении расширения поэтому очень важно продумывать структуру маппинга название полей когда вы захотите изменить какой-нибудь тип удалить какое-нибудь поле фактически вы должны будете переиндексировать все но как правило поля не удаляют а просто они их их исключают скажем так из модели и не используют смысле то есть они продолжают храниться но их просто не используют то есть на их фоне на их основе могут построить новые поля там с новыми именами основными типами просто их и не используют почему потому что зачастую индексы уже достаточно большие и но просто переиндексовывать ради одного поля все это дело но как бы не очень то и надо так ну пожалуй про маппинги все что основное я хотел сказать сказать то я сказал следующий раз мы поговорим вот об этом свойстве анализаторах с помощью которого у нас и по сути дела и происходит полно текстовый поиск что же все серийных тайм